Привет! Поступил на ремонт RX 570. По словам клиентов, видюха не выдает изображение. И вторая карта тоже не определяется. Своим компьютер я не проверял. Для начала измерим сопротивление. После уже будем тыкать компьютер. Дополнительное питание. Килоомы. Норма. А также проверим 3.3 вольта. На разъеме PCI-Express. 12 вольт. Тоже должны быть килоомы. 3.3 вольта. Килоомы. Норма. И 12 вольт. Крайние контакты. И здесь тоже килоомы. Тоже в порядке. Переключаем мультиметр. В режим диодной прозвонки. И делаем замер дифпар. По простому дифпары. Это контакты PCI-Express разъема. Через которые проходят прием и передача информации. От материнской платы. Напрямую к видеочипу. А с обратной стороны. Через конденсаторы. Со стороны видеочипа. Так, прием вроде. А с обратной стороны на передачу. Так, с этой стороны нормально. И с обратной стороны. Поденье напряжения должно быть практически одинаковое. Смотрим дальше. Так, и первая дифпара. Да, и здесь у нас короткое замыкание. Вот через эти два маленьких конденсатора. Проходит сигнал. С разъема напрямую в видеочип. Решил пока не подключать карту к компу. Скоро мы посмотрим, что внутри. Тем более карточка была куплена на авито под ремонт. А вы знаете, какие карты с авито приходят? Да вы только посмотрите. Какая жирная терморезинка на охлаждении памяти. Да, аж целых 5 миллиметров. Термопаста, кстати, совсем немного подсохла. Так сухой салфеткой легко оттерлась. А вы посмотрите, кстати, на цвет памяти. Вот цвет, где жирнейшая прокладка была. Видите, да? Прям черные кубики. Такая медиум прожарка. То есть, ну, видно, как одеяло служил этой хрень. И остальная память охлаждалась через тонутки и термопрокладки. Видно, да? Заметно светлее. Прошелся я по замерам основных питаний видеочипа. Контроллер памяти 22 Ома. Хотя Samsung 30 Ом должно быть. Ну, ладно. Может, допустимо. Я по остальным тоже в пределах нормы. И следов пайки на плате нет. Возвращаемся к пробитой диф-паре. Вот эти маленькие два конденсатора. Я уже показывал. Снимаю кондеры и пробую запустить на платформе AMD. На Intel точно не запустится. Потому что Intel инициализирует видеокарту по первой диф-паре. Через Ryzer тоже не запустится. Ну вот, я уже поставил карту, собрал. Так, ждем. Проходят посткоды. Так, вот два прошел. И у нас есть картинка. Сейчас будет самое интересное в процессе установки драйверов. Так что сделайте погромче. Очень внимательно смотрите. Такого еще не видел. Ну вот, сменил белишко. Теперь можно продолжать. Даровал, становились успешно. Диспетчеры устройств тоже ошибок нет. Посмотрим GPU-Z. Так, все правильно определилось. Так, режим работы X8. Ну, хотя бы так. Кстати, посмотрим, как это в играх влияет. Влияет ли. Также в майнинг сейчас запущу. Волосатый бублик крутит. Волосатый бублик крутит. Долго не гонял. Ну, нормально по температурам. Можно дальше продолжать тесты. Кстати, попробовал запустить через райзер с перенесенной див-парой 16 на первую. Ну, тоже нифига не инициализируется. То есть, 10 раз перепроверял. Блин, нормально переделал. Не знаю, что не нравится. Выходит, карта-то работает только на AMD. Разъеме X16. Запустила игру. Forza Horizon 5. До этого выставлял высокие настройки на такой же карте. ППС у нас был около 60 кадров в секунду. Ну, также выстрелю высоко. Упускаем тест производительности. Посмотрим разницу. Будет ли она вообще. 57 кадров в секунду. Да практически так же, как и на такой же карте в режиме 16X. То есть, я и не заметил разницы, что обрублено 8, что 16. Ну, майнит, в принципе, тоже нормально. Но частоту по памяти выше 1850 МГц не держит. На этом все. Пока.